Шалом дорогие друзья! Шалом Хаверим! Мы на канале Рэба Илья Гукоцар и сегодня мы с вами поговорим о душевных связях и о всем, всех тех вещах, которые с ними связаны. Эта тема очень глубокая и очень серьезная и я думаю, что нам надо знать и понимать и разбираться в ней, чтобы не попадать вот эти душевные бесовские отношения в первую очередь и не двигаться по душе, потому что мы, если мы народ Божий, мы живем по духу и движемся духом его, Вадим и духом его. Друзья, прежде чем приступить к учению, я поблагодарю всех, кто проявляет активность на канале, подписывается, ставит лайки и комментирует в видео, под видео, оставляет свои комментарии. Спасибо большое, а также тем, кто делает репосты в различные соцсети и распространяя это учение. Вам большое спасибо! Спасибо! Мы искренне вам благодарны и мы молимся всех вас и молимся, чтобы милость Божья приходила в ваши дома и благодать Господа она распространяла на всех ваших родных. Чтобы ваш род был благословен и чтобы на тысячи родов и чтобы не коснулось его никогда то проклятие, которое может коснуться любого сбившегося с пути. Хорошо, друзья, начнем и, пожалуй, начнем от меньшего к большему. Так вот, мы все знаем, что нельзя есть кровь, потому что в ней душа, жизнь. И написано, не ешь крови, потому что в ней душа. И это дай и аминь, и мы понимаем, что даже мясо, которое неправильно, мясо животного, да, не разрешается есть с кровью. Ну, если вам интересно будет, можете написать, Оксана расскажет вам, как это все правильно делать, чтобы в мясе крови не было. Потому что есть мясо с кровью, ну, во-первых, это не кошерно, ну, во-вторых, это опасно даже для самих нас. Пообъясню, почему. Потому что уже ученые доказали, что когда животное убивают, в его кровь выбрасывается адреналин, и такой генстрах выбрасывается в кровь. И когда человек съедает, ну, много есть мяса, особенно если это мясо неправильно приготовлено, не кошерно приготовлено, то тогда это попадает в него, и каким-то, ну, таким образом человек становится агрессивным по отношению к другим людям. Ну, и начинает вести себя как животное, простите за такое сравнение, потому что, ну, оно действительно так. Больше того, я замечал, кто очень-то был склонен, бывая, к свине и вот этим свинским разным делам, очень становится даже похоже на этот некошерный продукт, с маленькими глазками и с такими, с неряшливостью и со всем, что с этим связано. Друзья, ничего не бывает просто, и, ну, тем более, ни одна буква просто так в турении, в учении не написано. Все имеет свое значение. Но если в этом вопросе мы мало-мальски обознаны, да, потому что, ну, мы понимаем, что нельзя ту кровянку есть, жареную кровь, там, да, ну, некоторые даже понимают, как правильно мясо готовить, то, ну, я имею ввиду кошерное мясо. За не кошерное, за свинину я вообще не говорю, потому что этот вопрос даже не обсуждается. В нормальном обществе этот вопрос даже не обсуждается, верующих я имею ввиду. Слово Божье, а то, что некоторые это все извратили, да, и сказали, что, вот, задаю вопрос, а почему вы, ну, вы считаете, что можно есть свинину? Потому что вся пища хороша, и потому что она освящается, ну, молитвой. А я не говорю, разве пища освящается только молитвой? Да, а что? То есть сознательно или несознательно выбрасывается одно слово с вот этого объяснения, и получается, что если ты помолился, то и принял с благодарением, то все это прекрасно. Но там написано, всякая пища освящается Словом Божьим и молитвой. Вот такая простая, казалось бы, простота, да, ну, одно слово, подумаешь туда. А Слово Божье ни в коем образе не освящает свинину и другие, ну, другие виды животных и рыб, которые нам нельзя есть. Вот понимаете, в чем разница? А, ну, люди, которые не могут свой, о которых написано их бог чрева, и не могут они укротить это, этого, ну, свое чрево. Естественно, что они будут и буквы убирать, и там, и имени, и слова менять, и все остальное, доказывая, что бог им все разрешил делать. Так вот, как, я такого бога не знаю, который говорит нельзя, а потом он говорит можно. Это что, ну, хамелеон, который меняет свой цвет в зависимости от обстоятельств. А нет, о боге сказано, он вчера, сегодня и завтра, он один и тот же. И он не меняется. Поэтому те, кто вот так вам рассказывает, друзья, будьте внимательны к таким вещам. Потому что, когда мне вот давили на меня, мне говорили, ой, та я, оно, вчера, позавчера с одним евреем, там, ели в ресторане, и смотрю, он заказывает себе свинину, там, все. Я ему говорю, а вам же нельзя. А он говорит, та, крышу над головой бог не видит. Ну, и вот такие разные глупости. Когда мы были на Закарпатье, там, был один такой человек, который называл себя пророком. Ну, он прям объясновался от того, что, вот я, ну, я, ну, садились за стол, я говорю, я этого не буду есть. Дайте мне, пожалуйста, кусочек хлеба-то, не чай, я попью. И он, его так терепал, он говорит, ну, еврей, ну, я тебя все-таки подловлю, я тебя накормлю, мя свининой. И я смотрел на него, я думаю, Господи, помилуй человека и душу человеческую. Потому что здесь хула идет на Дух Божий, когда мы не понимаем, ну, ладно, ты не понимаешь, да, еще кашерут тебе не открыт. Ну, когда ты в открытую начинаешь высмеиваться, высмеивать Слово Божие и еще ее таким образом, то, друзья, это есть натуральная хула на Духа Святого или на Духа Истины. Дух Святой, он всегда бодрствует над Словом Божьим, он наставник в Слове Божьем. И мы не можем, ну, он не может учить тому, что Бог сказал, не делать. То есть, Бог не может учить нарушать то, что Он сказал исполнять. Ну, это же маразм. Понятно, кто подсказывает Ему такие вещи. И, естественно, что и плоды от этого безумия, они есть. И они очевидны, может, для кого-то в большей степени, для кого-то в меньшей, но они есть. И с этим, если мы с этим вопросом, ну, можем разобраться еще. То с другим вопросом о душевных человеческих связях, тут дело обстоит, ну, посложнее, да. И почему? Потому что, ну, как понять, ну, что такое, ну, душевные, бесовские связи. Ну, как это все, ну, иллюстрировать, ну, понять, в голове вместить. Давайте начнем с одного, с первого. Я беру книгу царств, я не стал брать, ну, другой перевод, у меня есть, книги там стоят. Я взял просто Библию и буду читать, потому что различия тут нет. Вот. И в первой книге царств, в 18 главе написано. Когда кончил, да видите, разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепила с души его и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. И Иоаннафан же заключил с Давидом союз оба, ибо полюбил его как свою душу. Ну, дальше я не буду продолжать. И здесь описывается такая любовь какая-то странная. Потому что, ну, начну с того, что нельзя никого, ну, как можно кого-то больше любить, а кого-то меньше. Вот начнем с этого, ну, с такого простого, да, как бы замечания. Но если ты любишь, я помню, невестка, ну, Оксана, брата, жена. Оксана когда-то говорит, ну, она сильно любит котов, Оксана. И у нее постоянно там, ну, коты, и они ее так слушают и понимают. Я говорю, может, ты в прошлой жизни кошкой была. Ого! Что они так тебя понимают, а ты таких понимаешь. И вот они стоят, беседуют, и Оксана говорит, ну, я этих там простых котов не люблю. Я люблю, там, британцев такую. И, ну, Надя слушает ее и говорит ей, ну, похоже, что ты вообще ни одних котов не любишь. Она говорит, как это, почему? Ну, потому что нельзя любить одно, а другое не любить. И меня, ну, я это говорю, неверующий человек. Это был просто разор, ни о чем. Но меня эти слова очень сильно впечатлили тогда. Я начал размышлять, и действительно, вот, я понял. И помню, что в нашей семье, еще когда мы служили в общине в Харькове, возникали разные такие мини-конфликты, скажем так. Из-за того, что я говорил, что, ну, я должен любить всех одинаково. Она говорит, как? И меня, свою жену? Да, и тебя, свою жену. Потому что, если я, ну, начну тебя больше любить, то ты можешь стать идолом в моем сердце. А дальше уже, ну, дальше уже можно, ну, не говорить, чем это закончится. Потому что, если мы смотрим на жизнь Енофана и чем она для него закончилась, там все очевидно. Он сам вылил себе могилу и своими руками из-за любви к человеку. Вот так можно любить только Бога. Потом еще есть другой момент по отношениям мужчин и женщин. Помните Самсона, этого сильного воина, которого филистимляне боялись как огня. И, ну, никто ничего не мог ему сделать. Он был насколько дерзкий, насколько такой, ну, силой такой обладал от Бога, что никто не мог его победить. И что делают хитрые филистимляне? Они подсовывают к нему женщину, которая, между прочим, ну, в ласках этих, там, в разных, там, вот, таких хороших вещах. Как бы, вроде бы, она сделала вид, что его любит и что она, ну, так к нему сильно относится и все. И время за время меня спрашивают. Ты говоришь, что любишь меня, но сердце твое не со мною. Ну, и так она неоднократно пыталась вот его поставить перед этим фактом, пока он не сдался и не открыл ей свое сердце. И тогда она спросила у него напрямую, ну, в чем сила твоя, скажи. И он сказал, я, ну, сила моя в волосах. Если я их потеряю, я потеряю эту силу. Он открыл свое сердце перед ней. И что произошло? Он был схвачен, ну, ночью. И все вот эти враги его, ну, которые, можно сказать, бесы, они стояли и смеялись с него. Он стоял привязанным к двум столбам. Они стояли, смеялись и хохотали над ним. Вот чем закончилась еще одна душевная связь. Ну, давайте вот сформулируем, ну, что такое есть нормальная связь, что есть душевная, бесовская. Писание говорит о существовании душевной связи между людьми. Ну, и, ну, оно, в принципе, и это не, ну, неплохо, когда мы, мы же не роботы. И мы не можем быть или сугубо духовными, или сугубо, вот там, ну, только на, вот, супердуховностью страдать. Не можем. Мы в какой-то степени и душевные люди, и люди, которые, ну, ну, имеют и свои, свои чувства, и свои эмоции. И, конечно, из, ну, и, конечно, имея все, весь этот набор, ну, мы время от времени попадаем в разные истории. Когда мы движемся не по духу, а начинаем двигаться по чувствам, ну, по душе, по своей, да. И, ну, не всегда эти истории заканчиваются хорошо. Благ Господь и милостью, что Он во всем этом подает нам руку. Но часто нам приходится за свои вот эти душевные порывы расплачиваться самим. И это, ну, это не всегда идет нам на пользу, скажем так. Почему? Потому что, ну, есть вещи, в которых мы учимся, да, и постигаем, то есть, ну, Господь создает в нашей жизни такие, ну, и проводит нас через такие испытания, в которых мы что-то должны понять, ну, понимаете, да. А есть то, те моменты, когда мы по своей глупости попадаем в какие-то серьезные неприятности, ну, и потом получается, а где же, ну, как бы Бог твой? Ну, почему Он тебе не помогает? Почему Он тебя не спасает? И в этих ситуациях нам приходится, ну, оставаться один на один. И ты же зашел туда самостоятельно, ну, тогда и выходи оттуда самостоятельно. Ну, и это, конечно, не очень хорошо для самих нас. И это, ну, бывает очень даже плохо, ну, заканчивается очень даже плохо. Как правило, благочестивая связь – это бескорыстная дружба, неблагочестивая такая душевная связь – это контроль через взаимоотношения. Вот между, ну, от благочестивой, да, душевной связью и неблагочестивой есть большая разница. Хотя, ну, бескорыстная дружба – это дружба, в которой, ну, я не дружу, потому что я хочу использовать человека. Я дружу просто потому что, ну, я дружу, дружелюбный, вот как можно назвать. И в этом вопросе надо очень четко подходить и испытывать свое сердце. Потому что, ну, даже благочестивая связь, ну, она может окончиться вот этим неблагочестивостью. В нашей жизни, да, вот в жизни любого человека, в частности моей, есть определенные рамки, которые устроил мне Бог, и которые, в которых движусь я лично, понимаете? И эти границы, они, их никто не может перейти. Да, можно пытаться перейти. Можно, даже через усилия, или вот так, как сделала Далила по отношению к Самсону, хитростью, можно забраться на чужую территорию, чтобы сделать своим рабом. Но в основном, в основном, в основе своей, да, мы, если даже вот мы духовно зрелые люди, мы, ну, выстраиваем так свои взаимоотношения, чтобы, ну, не пересекались вот эти наши, ну, дороги, да, потому что у меня свой путь и понимание, как идти. А у другого человека свой путь и понимание, как идти. И вот он, ну, вроде бы как дружба, вроде бы как бескорыстная, но ты начинаешь замечать, что он начинает тебя склонять идти своим путем, ну, его путем, так, как ему хочется. Больше того, так, как ему видится твоя жизнь. И вот эта благочестивая связь душевная, она перерастает в неблагочестивую. Почему? Я думаю, что и та, и та связь, она, и благочестивая, и неблагочестивая, она несет равные риски. Потому что, когда вот такие сильные взаимоотношения я вижу, да, и такие прямо пламенные, ну, я знаю, они в любом случае перейдут, вот переплетутся эти дороги, да, и потом уже человек не может четко понимать, где его дорога, а где дорога другого человека. И начинаются взаимные претензии. Ты не делаешь того, что я попросил, а, ну, а тот человек говорит, а ты, вот вчера я сказал, пошли туда, ты не захотел идти со мной, из-за этого там все вот так получилось. То есть, ну, а какая претензия? Ну, это же тебе надо было туда идти, но мне-то туда не надо было идти. Я не хотел туда идти. И так начинается. То есть, любая, я прихожу к выводу, да, что любая даже благочестивая связь, которая не особенно, ну, не основана на вот этих, ну, на корысти на какой-то, да, она в любом случае опасна. Да, мы можем такие взаимоотношения иметь, да, не бескорыстные, но надо очень серьезно к этому подходить и быть чувствительным и не давать кому-то залезть на территорию вашей жизни. Потому что тогда начнется кавардак, и самый близкий друг станет самым близким врагом. Вот чем это чревато. Ну, и, ну, вот эти душевные связи, да, они благочестивые, они поделены, ну, как их можно идентифицировать. И я готовлюсь к уроку, ну, для себя я полуписывал, ну, сделал такой, как бы, наброску, и сегодня я с вами поделюсь и покажу основные вот эти приметы, по которым можно идентифицировать зарождающуюся вот эту бесовскую контролирующуюся контролирующую связь. Для вас это, ну, хотите, запишите это и поразмышляйте над этим. Потому что, знаете, сколько бед от этих душевных связей, как видел я, наверное, не видел никто. И я видел, как люди мучаются. Я видел, как они как связаны. Вот точно как Самсон тут, да. Вроде бы и живой человек, и он все понимает. Ну, а его берут вот так, ну, одним звонком или двумя словами. Особенно это было, я наблюдал на реабилитации. И он срывается и идет на погибель. И многие уже не возвращались. Ну, я имею в виду, что действительно шли на погибель. Потому что не могли выдержать. Это, наверное, самая такая жестокая ловушка, с которой очень трудно вырваться. В свое время я тоже попадал по своей неопытности. В то время, когда я думал, ну, сильно думал, что я супер духовный. Потому что, ну, мне такие вещи открываются. Я, дары через меня действуют, аж прут. И вот в свое время я попал в подобный капкан душевной связи. И чуть не умер. Слава Богу, что Бог мне дал благодати тогда. И дал, открыл вот это смерть для себя и жизнь для Бога. Вот на основании, если зерно упадет в небо и умрет, то принесет много плода. Если не умрет, останется одно. И тогда, когда я молился об этом, Бог сказал, готов ты ради меня все это потерять? Ну, и перечислил земное. Я сказал, да, готов. Но не сразу сказал. Сначала думал, потом сказал, да. И Бог начал забирать и вырывать у меня прямо с мясом. Было больно, нестерпимо больно. Но в то же время и проходило утешение от Господа. И через людей, и через разные обстоятельства. И все-таки Бог дал мне освободиться. И это главное, кстати, главная ловушка в наших семьях. Это душевная связь между мужем и женой. Она приведет, ну, несомненно, приведет к мексиканскому сериалу. Там, где горят страсти и в этом огне сгорают сами люди. Понимаете? Потому что, ну, наши взаимоотношения, да, в семье должны строиться на нашем желании служить Творцу. И когда, ну, когда я этого не понимал, и мною двигались душевные связи. Я ревновал, я негодовал. Все вот это. Когда Бог мне начал все это показывать, и я подумал, а че я ревную? Че я чуть ли не слежки устраиваю за своей женой? Так если, ну, Бог придаст ее где-то изменить, шо я смогу с этим сделать? Я же не могу ее 24 на 7 контролировать. Но если я дам этот вопрос руки Богу, то Он будет ее контролировать. И, слава Богу, у меня это получилось. И, ну, а потому что на фоне вот этих ревностей, на фоне подозрений, у нас такие скандалы были в семье, шо дело шло к разводу. Понимаете? Вот чем чревата душевная связь. Ну, и вот, ну, как идентифицировать начинающуюся, зарождающуюся душевную связь? Ну, это первое. Вы чувствуете, что человек вмешивается и контролирует вашу жизнь. Причем, при том, вы не хотите этого. Вот я выйду тебя встречу, там, или я пойду с тобой. Ну, там, жена собирается встретиться с подружками или с сестрами, там, а я пойду с тобой. Она говорит, так, там будут одни, ну, одни сестры, нам надо будет поговорить. Не, я с тобой пойду. Потому что я подозреваю. Ну, и понимаете, другой человек чувствует себя очень отвратительно. Но ты и сам чувствуешь себя отвратительно. Ну, потому что у тебя были какие-то планы, ну, на этот момент. Но когда ты заподозрил ее в чем-то, ты решил эти планы оставить свои и идти туда. Точно так же и жена начинает контролировать мужа. И здесь начинается настоящее пекло. Я серьезно вам говорю. Если вы замечаете вот этот зарождающийся контроль, лучше, ну, написано, что вы можете удаляться друг от друга для поста и молитвы, вот лучше бегите друг от друга на время и дайте ему, вот этому душевному, и молитесь, разрушиться. Потому что если оно будет усугубляться, то это приведет, ну, к очень плохим последствиям. И, может быть, к потере семьи. Это, ну, вам это надо. И я думаю, что ни у кого нет такого желания потерять свою половину. Ну, или товарища, или еще кого-то. Второе, что я отметил для себя, ну, когда я бы готовился на урок. Вы чувствуете страх при мысли о встрече с человеком, который раньше имел место в вашем сердце или жизни. Вот, друзья, бывает так, что мы с людьми, ну, наши взаимоотношения как раз достигли вот этого высовского уровня душевных. И мы начали друг друга обвинять, там, оскорблять. После чего я сказал-то, я не хочу тебя видеть больше в своей жизни. Это не относится к жене. Это больше относится к нашим друзьям, или, там, соработникам, или, там, ну, каким-то коллегам. Вот. И ты сказал, я больше тебя не хочу видеть. Ты, неодя и подлец, а он тебе то же самое в лицо кинул. И ты думаешь, что ты все. Ты с ним разбежался, но ты и ты освободился. Неправда. Вот неправда. И кто-то, если мне скажет, что он на этом моменте поставил точку, я не поверю. После вот таких вот вещей, ты еще долгое время ходишь и в твоем сердце разговариваешь с тем человеком. Ты, как бы, явно слышишь его голос. Он тебе говорит, ара-та-та-та-та-та, там, а ты ему отвечаешь, нет, ара-та-та-та, ну, в другую степень, ну, сторону какую-то. У тебя постоянно вот тут идет диалог конфликтный такой. Ты ложишься спать с этим, просыпаешься с этим. И, друзья, это уже более серьезный такой уровень, да, запущен. И больше того, ну, как проверить, освободился ты от этого, ну, от этой душевной связи, которая привела к разрыву взаимоотношений. Больше того, ты еще и говоришь о нем постоянно. А когда, ну, его встречаешь, ты готов бежать на все четыре стороны. А если не получается убежать, ты опускаешь глаза, отводишь. Вот я замечал часто, когда люди, ну, обо мне очень много разное говорят и говорили. И, ну, и, кстати, не в моем присутствии, а что самое интересное. Ну, я же говорил, ну, давайте вместе сядем. Если у вас какие-то там претензии есть, расскажите. Ну, я признаю, попокаюсь и попрошу прощения, и постараюсь что-то изменить. Но вы же мне в глаза улыбаетесь, а за глазами разные вещи начинаете говорить. Так вот, друзья, ну, когда они встречаются, вот эти герои и вот эти те, что там меня поливают за глазами, я вижу, как им нехорошо в моем присутствии, как они ерзают. У меня ровно по отношению к ним. Как они ерзают, как они вздыхают, как они глаза не знают, куда девать. Ну, если ты подобным образом себя ведешь, знай, что ты критически болен. То есть, душевная болезнь, она не, это не простая болезнь. Она, ну, приведет, обязательно приведет и к физической. Тем более, болезнь непрощения. То есть, ты не можешь отпустить этого человека. И, соответственно, ты становишься его рабом. И, больше того, он находится в подобном рабстве. И здесь как раз вот этот применитель стих, применительный стих, который многие, ну, вот, особенно это в харизматических общинах. Мы связываем тебя, сатана. Ну, потому что написано, что свяжете на земле, ты будешь связаны на небе. Ну, там же не об этом говорится, что они вот имеют в виду. Как раз применительный стих к таким ситуациям. Если ты развяжешь этого человека, ну, то есть, простишь, отпустишь, то и в духовном мире это будет отпущено. Он будет развязан, и он получит облегчение. И, ну, вздохнет на полную грудь. И очень важно прослеживать такие моменты за собой. Третье, что я отметил, друзья, готовясь к уроку, это вы общаетесь с человеком только ради связи. Он вам неприятен, он контролирует вас и использует. Ну, это такой уровень взаимоотношений душевных. Когда ты находишься в врагстве, ты дружишь с человеком и терпишь его разные выходки. Терпишь его разные, вот знаете, там, ну, он может над вами шутить, он может над вами так издеваться в присутствии других людей. Но ты улыбаешься, потому что, ну, этот человек, который, ну, ты надеешься, что когда придет какая-то трудная минута, он тебе поможет. Так вот, я, друзья, вам заявляю со всей очевидностью и со всей, ну, это рабство, во-первых, но я со всей определенностью вам могу заявить. Когда пройдет трудная ситуация, вы этого человека рядом с собой не увидите. Понимаете? Ну, никто не станет рабу своему помогать. И ты окажешься один на льдине, и ты сильно-сильно разочаруешься. Поэтому, когда ты позволяешь другому человеку, ну, превозноситься над собой, там, или давить, или контролировать себя ради какой-то своей выгоды, знай, что все это рано или поздно обернется против тебя, и ты будешь самым несчастным человеком. Потому что ты надеялся и полагался на человека, который, ну, не то, что не любит, а он даже не понимает, как это любить. И ты считал его своим другом, а он, на самом деле, видел в тебе просто, ну, извините, не хочу выражаться, вот это слово нехорошее применять, но, как одну, чтобы использовать и вот так выбросить. Вот и все. Вот он просто пользовался, он просто, ты был, как вот, знаете, у королей бывали придворные шуты, они всегда были очень мудрыми, кстати, людьми, но они еще не могли и правду говорить. Так вот, вот так он с тобой попользовался, или попользовался, пока ты ему надо был, что-то от тебя он получал. А потом, когда у тебя пришли проблемы, он нашел себе другого шута, беспроблемного, и тебя он отправил в отставку. Вот и все. И сейчас другой думает, что вот мой благодетель, вот мой человек, который, ну, если что-то будет произойдет в моей жизни плохое, он всегда будет рядом со мной. Он никогда меня не оставит, а тут раз, и ты видишь, что, ну, и тот, и обманется и тот, и ты, так как ты был обманут. Поэтому, друзья, это три основных таких, которые я увидел, выделил душевные связи, разновидности, и три таких момента, по которым мы можем идентифицировать, что мы находимся. Так вот, связь, она не просто же связь, это же, ты связан, во, по рукам и ногам связан, и ты находишься связанный, как Самсон, он там на растяжке стоял между колоннами, и весь духовный мир смеялся с нему. Вот, попадая в такую ловушку, ты, подобно ему, стоишь, вот так, обнаженный, а весь духовный мир хохочет с тебя, потому что ты ребенок неба, ребенок бой, дал себя заманить в такой капкан бесовской. И бесы празднуют это и хохочут, а ты стоишь и ничего не можешь сделать с этим. Поэтому, чтобы не попадать, надо знать, во-первых, а во-вторых, пресекать. Любой контроль, любую попытку контроля над своей жизнью, надо сразу пресекать. И делать это в любых отношениях. И в отношениях в семье, когда, ну, вставай, пошли, я тебе что-то хочу, пошли там походим, или пошли там побегаем, а я не хочу этого делать. Нет, ты пойдешь со мной, нет, ты будешь это делать. Понимаете, когда тебе вот так говорят, ну, рубите концы, не бойтесь, потому что дальше оно будет еще хуже. Вот по чуть-чуть захватывается вот эта власть, контроль, ну, раз, мелкими шажками. И ты, если ты пропускаешь, то рано или поздно тебе просто сядут на шею, свесят ножки, и тебе будет невыносимо больно и неприятно, но ты ничего не сможешь с этим сделать. Потому что, знаете, еще что я заметил в людей, которые, общаясь с такими людьми и помогая им, стараясь помочь, они находятся на расстоянии от своего объекта поклонения, да, от того человека, который его контролирует. И, ну, он находится рядом со мной. Ну, я ему объясняю, надо время, надо, ну, чтобы ты не просто это, вот я в своем магазине говорю, все, я свободен. Чтобы ты почувствовал внутреннюю свободу. И, ну, он все понимает, кивает. Потом, ну, приведу один случай. У нас был один человек, и вот он находился в такой ситуации подобной, о которой я сейчас говорю. И у нас была ночная молитва, и он подошел ко мне, ну, у нас те, кто на реабилитации, они сдавали телефоны. Он подошел, говорит, Рыба, можно я телефон свой возьму? И я говорю, зачем? Он говорит, ну, я хочу музыку, ну, в научнике, чтобы молиться было мне, какую-то духовную музыку. Ну, говорю, бери. И я, ну, я привык людям верить, и, ну, зачем, должен я ему, ну, это ему не верить. И вот он тут взял телефон, только нажал включить его. И он включился, и сразу смс-ка приходит. Жду, скучаю. Он срывается и летит. И, ну, я уже спал после ночной, это было утро. Меня будят, говорят, ну, там этот человек уезжает, не хочу его имя называть. Я встаю, говорю, что ты делаешь? А он плачет, у него слезы на глазах. Говорит, Олег, я все понимаю, что ты скажешь, прости меня, пожалуйста, прости, но я не могу, я пойду. То есть, вот, ты в таком, в таком уже рабстве, в таком колдовстве находишься, что ты любой от своего идола, вот этот посыл, ты воспринимаешь как приказ к действию, и тебя уже никто не остановит. И, кстати, этот человек уже сейчас, слава Богу, ну, освободился, и он сейчас живет нормальной жизнью. Но, вот, в тех отношениях он ничего не получил, кроме разрыва полностью. Его разорвали, как бобик тряпку, и выбросили на, ну, на смерть туда. И то, что он сумел восстановиться, и это только по Божьей милости, и по Божьей любви к нему. Вот, чем бывают чреваты душевные отношения. Хорошо, друзья, если есть вопросы, пишите. Если кто-то хочет на эту тему пообщаться, поговорить, есть разные способы, от скайпа, до вайбера, от телефона. Просто, ну, давай, поймите, вот такие темы я не могу писать в интернете, там, да, мы не можем. Почему? Потому что, ну, ты так не, ну, это не есть хорошо. Надо общаться. И я знаю выход, кстати, и знаю, как выходить. И выводил уже ни одного человека со таких отношений, со такого рабства. Поэтому есть у вас, ну, пишите, звоните. Всегда буду рад помочь. На этом буду заканчивать. Благословляю вас всех, любовью Творца. И хочу кратенько помолиться за вас. И попросить, чтобы Бог разрушил все эти связи. Или дал хотя бы сделать первый шаг для освобождения. Боже, Творец наш и Спаситель наш. Ты создал нас свободным народом. Ты вложил информацию о свободе в нашу ДНК, еще там, в Эдеме. И все мы знаем об этом, Господи. Но по своей наивности, или по своей глупости, или по своей похотям, мы иногда, бывает, что мы попадаем в вот эти душевные бесовские связи, от которых потом начинаем страдать и которых разорвать очень больно. Я прошу тебя, Бог мой, для которого ничего нет невозможного. Помоги всем тем людям, которые будут слушать это учение. И рукою твердой, и могущественной своей, разорви все то, что связывает их. Я сегодня, ну, данной мне властью Бога на земле, я сегодня говорю и утверждаю, ни один человек не может быть рабом другого человека. Я говорю о том, что всякие пута, которые спутались сейчас и заставили быть рабом кого-то, всякий контроль, ну, нечестивый, да будет разрушен. Да будет разрушен силой любви Божьей. И пусть, Господи, придет свобода в разум, и на всех уровнях, в разум, в дух, в тело. И пусть каждый получит это освобождение, Господи, познавая истину. Я благодарю Тебя за всех тех людей, которые будут слушать и которые будут, ну, кого будет касаться это учение. И, Господи, дай им сделать эти шаги навстречу свободы. Дай им силы и благодати Твоей. Не умени нам наши слабости и будь милостью к нам. Господи, спасибо Тебе за все. Спасибо, что Ты слышишь и слушаешь нас. Благословляем Тебя, Баруха Шем. Будь прославлен в наших семьях, в наших домах и во всем нашем. Друзья, прощаюсь с вами, обнимаю вас. Не будьте рабами людей, будьте служителями Божьими. Возьмите Иго Небес, оно намного легче, чем то Иго, которое предлагает вам мир. Все, увидимся. Шалом, шалом, шалом.